Добро пожаловать! Я не знаю, знаете ли вы, зачем вы здесь? Поэтому любая мысль, которая возникнет в вашей голове, наверняка она должна была возникнуть. Знаете ли вы о тех временах, которые происходят сейчас, об этом переходе, который существует? Чувствуете ли вы его? Силенция? Нет? Нет! Ни кто не чувствует, но... Ай! 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 Немного, да? Немного? Ай! Немного! 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 Я полностью понималась. Я полностью понималась. There's been a lot of shifting going on since 2012. И люди думали, что это будет бит, что-то невероятное должно произойти. Но на самом деле то, что люди думали произойдет в 2012, происходит сейчас. Поэтому большинство этих эмоциональных колебаний, которые чувствуете внутри себя, которые наблюдаете снаружи, это не связано не только с тем, что происходит в вашей отдельной жизни, но и с тем, что происходит в коллективном сознании вокруг нашего земного шара. Поэтому если это было немного слишком, то это не странно. Значит, это не все. Иногда чувствуется, что этот переход идет как нарастающая волна, которая идет к какому-то климаксу, к какому-то току. Это ощущение, что это слишком много, и я не знаю, как с этим справиться. И я даже не знаю, как назвать это то, с чем я не могу справиться. Это часть энергетического изменения, которое происходит вокруг нас. Это, конечно же, отзеркаливает происходящее внутри. Вы чувствуете, о чем я? Что ж мы можем сделать как один конкретный человек? Что же мы можем сделать как один конкретный человек? Шаг номер один – acceptance. Шаг номер один – принятие. Шаг номер один – принятие. Я говорю, что мы можем делать как два конкретного мира вокруг нас. Мы говорим о том, что нельзя изменять мир вокруг нас. Мы говорим о том, что нельзя изменять мир вокруг нас. Только когда мы являемся примером внутри себя. Тогда на энергетическом уровне мы становимся проводником другого калибра. И бывает так, что энергия вокруг нас слишком тяжелая? Что следует сделать с ней? Можно вас взять как пример? Вы даже стёдёшься! Привет! Желаю вам! Вы можете просто стёдиться, чтобы она услышит, что вы говорите. Вот так? И потом вы можете услышать. Если мы посмотрим на вашу энергетическую структуру сейчас, вы очень светлая, как душа, как дух. У вас очень красивое сердце, которое хочет помочь всем вокруг вас. Да, точно. Да, точно. Сейчас мы доберемся к этому поводу. Дело в том, что люди и окружение вокруг вас, не всегда обращаются с вами должным образом, если мы можем так сделать. И вы много сражались за свою семью. И вы много сражались за свою семью, где вы прощали многое. И это та боль, которую вы чувствуете сейчас в себе, потому что вы старались очень много для других и забыли про себя. И боль за то, что вы чувствуете, что вы не делаете всего, что можете сделать. Поменять. Поменять. Но все равно. Я не могу поменять. Из-за этого? Да, вы можете. Да, вы можете. Если ищу, значит могу. Если ищу. Если я ищу, то я могу. Если я ищу, то я могу. Если я ищу, то она ищу, то она может поменять. Если вы хотите поменять это, то вы можете. Вначале нужно почувствовать эту боль, которая внутри и принять ее. Понять, откуда она пришла, как мы только что об этом поговорили. И научиться в ситуациях изменять ее. И какой наилучший способ помочь людям? Не мешать. Не мешать. Не мешать. Это же не мешая. Это какая-то Украинская вещь? Украинская вещь. Какая-то вещь. Украинская вещь. Украинская вещь. Мы бессерин. Я соответствую. Украинская вещь. Я думаю, что нет. Да. Сб거� Veloc Jeep. Вы можете научиться чувствовать в вашем心. Лучше всего начинать чувствовать, что является вашим сердцем, что является вашей истиной, вашей правдой. Когда вы видите красоту внутри себя, знайте, что эта красота скрывается в каждом вокруг вас. Даже если люди сидят здесь, вот так вот, с таким выражением лица, у них все равно есть светящийся, искрящийся сердце внутри. Иногда, когда мы выходим из мира, и вот такие открытые, радостные, они не знают, как отправить ту же эмоцию обратно. Это не из-за вас. Это потому, что они находятся в этом моменте. И когда вы воспринимаете это, когда вы знаете о том, что происходит, вы можете изменить некоторые ощущения, которые низкие на энергетическом плане по поводу себя, непринятие боли. И это вам даст возможность продолжать сиять, независимо от реакции, которую вы получаете. И другие люди, которые уже могут сиять, которые уже дошли до этого уровня, они будут светить для вас. И в этой форме мы можем помочь друг другу. Как не реагировать? Как по-другому? Как по-другому? Люди вокруг вас, семья и близкие. Вам нужно выстроить свои границы. Только немножечко стройку, стройку немножечко. I'm building bit by bit. Very good. Very good. So that is step number one, because then you start accepting this is my self, this is the area I need to be. Not in the ego way, like, here I am, but more in the, this is who I am, but more in the, this is who I am, but more in the, this is who I am. I love you, you can do whatever you want. I love you, you can do whatever you want. Just don't cross this line. Just don't cross this line. Just don't cross this line. That is the learning, and that is the learning, and that is the awesome part about it. And this is part of our training, and this is a great part of our training. So if you want to shift from the pain into the development and stand more in who you are, sometimes we have to cross some borders, two set borders, cross borders, two set borders. That makes us feel insecure, or unsafe, or not really knowing how to do it. But that is the awesome part about it. But that is the awesome part about it. That is the great part about it. But that is the great part about it. If you see everything like energy, right? If you see everything like energy, then you are transformed into this self you are right now, Так что вы один человек в одной статусе. Если вы видите все, что происходит вокруг, как взаимодействие энергии, то вы видите себя и осознаете себя как какой-то упорядоченный комплект энергии. Он никак не изменяется. Мы представляем себя как статуя, застывшая статуя энергии. Нет, она же течет все равно. Мы меняем все. Энергия течет. Я буду рассказывать. Это то, что мы создали в своем сейчас. Для того, чтобы перейти из этого куда-то, в другую точку. Это стабильное Я. Должно встряхнуться. На практическом уровне это будет даже разбиение. Для того, чтобы перестроить себя и создать свое новое Я. Сlightly shift of frequency and slightly less borders, or... What do we call it? Not borders, slightly less... Blockage. And that is what we do every time we change. But that is what makes us scared. That is what makes our self or our ego scared. It doesn't matter if it's a self or ego. That is the creation we have made. It's a safe zone. We're safe. I know who I am right now. I love this Russian... That is awesome. It feels safe. When you want to shake that up, like move around, dancing or something... Then what you created gets scared. Because what is out here is unknown. And you're finally safe in your little cube of pain. But if you return to your small body of pain and the construct that you created, it's good. I understand why. But in order to feel good, you get to break it down and build it up. Because to avoid yourself, you have to break it down. But not in the old pain way. More in the light-up way. В облегченном варианте, да, не с ощущением того, что сейчас мы займемся сложной работой. Да. Вот, с легкостью, с ощущением расправленных плеч. Ну, метод какой здесь, потому что я понимаю, почему вы говорите, это привычка действовать определенным образом, наработанная, когда ты ходишь, постоянно действуешь определенным образом, она уже крепилась, и по-другому, как-то она по кругу уходит, выйти с этого круга не получается, потому что надо по-другому как-то научиться поступать. Как это вопрос? Я знаю, что ты имеешь в виду, что ты говоришь о традициях и акциях, которые всегда репетитивны, и я ходу в церкви, и ничего не ходит в изменение. Но это моя вопрос, как идти в изменение? Я просто говорила. Я только что вам сказала. Я понимаю, что вы должны уходить из этой комфорта. Я понимаю, что вы должны уходить из этой комфортной зоны. Да. Да. И ничего не знаю как. И потом нет другого выбора. То есть только так. Многие люди, даже если есть страдания и есть боли, чувствуют себя комфортно. Если они болят. И если это боли, она недостаточно глубока. Есть часть вас, которая говорит, да все нормально, мне не нужны никакие изменения. И даже есть другая часть вас, которая говорит, может это еще и помогает мне, потому что я прохожу... С личности. Может это помогает мне вот этот опыт, который я прохожу сейчас. Поэтому вам нужно серьезно поговорить с собой. Действительно ли я хочу этих изменений? Или принять выбор, который вы сделали раньше, оставаться в этом состоянии? Спасибо. Спасибо. Это моя option. Спасибо. Спасибо. А если я понимаю. Это решение внутри. То есть насколько оно... Дайди себе живой inside. Да. Спасибо. 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 Да! О, по-моему, перед началом... Это очень красиво! Ты понимаешь, что влияет великолепно! Спасибо! Имеет ли смысл, находясь в состоянии боли и понимая, что она неогранична? Ну и тебе ее недостаточно для того, чтобы... Ну, то есть, ты говоришь, болит, все, не могу, надоело, надо там что-то менять. Но постоянно все равно у нее возвращаемся. Увеличивать ее до такой степени, чтобы уже было невыносимо. Или это опасно? Ну, или просто надо как-то себя брать в руки и говорить, стоп, хватит! Это уже, ну, уже все, предел, ну, туда уже некуда. Ну, давай! Или все время, или опять мы возвращаемся, получаем порцию боли умноженную на 2. Ну, как в геометрической прогрессии. Ну, вот где это? Ну, грани. Это у каждого своя, ну, вот сказать, просто боль должна быть достаточно глубокой для того, чтобы... Ну, давайте сейчас... You're gonna have a great memory! А я выдаюсь объяснить! Много слов! Хорошо получается! Хорошо! Потому что все зависит от того, кто вы есть. Это не опасность, это зависит от того, кто вы есть. Независимо от каких размеров боли внутри вас, если вы чувствуете страх, вы не пойдете внутрь ее? Это значит, что для вас эта боль уже достаточно велика. Это значит, что для вас эта боль уже достаточно велика. Вопрос только в том, насколько долго вы будете бегать от нее. То есть, это не вопрос того, чтобы сделать боль больше. То есть, это не вопрос того, чтобы сделать боль больше. Вам просто стоит почувствовать ее, увидеть, что она есть и привести ее на поверхность. Понять ее и отпустить ее. И если вы не знаете, как привести ее на поверхность, как приблизиться к ней, посмотреть на нее своими глазами, то... Allow it! Разрешите этой боли быть. Я обычно использую себя в качестве примера. У меня очень много страхов. И люди часто меня спрашивают, как у тебя получилось освободиться от всех твоих страхов и быть такой счастливой и солнечной постоянно. И я говорю, что я разрешила этому быть. Я говорю, что у меня все равно это есть каждый день сейчас. У меня была паническая атака сегодня утром. Но... Я не боюсь своего страха. Я не боюсь того, что паническая атака может произойти. Я разрешаю им быть. Это означает, что это часть меня, так как она внутри меня. Тогда я говорю, аааа! Когда эта часть внутри меня, мне хочется кричать. Няааа! Он хочет кричать. Но... Я позволяю это. Я превращаю это. И после этого я снова свободен. Но когда я разрешаю этому быть, что-то меняется. Что-то изменится внутри себя, внутри меня. И я свободна снова. Поэтому, когда вы видите меня сейчас. Когда вы видите меня сейчас. Вы видите сияющего человека. Вы видите сияющего человека. И не женщину, которая хочет спрятаться в уголок комнаты и боится всего. И не женщину. Хорошо. Хорошо. Просто разрешите. Просто не я. Хорошо. Спасибо. 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 Вы очень приятно. Мы говорим о том, особенно, люди, которые связаны с большинство в Украинском сообществе. Украинск. Она хотела сказать сразу, что есть много людей. Потом поправила себя о том, что в Украинском сообществе есть много людей. Которые. Которые. Которые до сих пор находятся на волне. На старой волне. Которые связаны со Второй мировой войной. И войнами, которые происходили ранее. И что я имею в виду, когда я говорю об этом, это не только боль тех, кто умерли. Но также это ощущение, что мы не говорим о своих ощущениях. Нам нужно быть сильными. Нам не разрешили быть счастливыми. Но это неправда. Мы не какое-то низкое общество. Мы не низкие люди. Мы очень достойны нашего счастья. И единственный, кто должен понять это, это мы сами. Мы не сможем. Но я хочу. Можно вас спидеть. Спасибо. И самое красивое, это то, что вот эта тяжелая волна прошлого она в прошлом. Это значит, что мы можем отпустить ее. Нам не нужно продолжать вот таким выражением на лицах, а на лицах. Мы не должны продолжать следовать эти структуры, которые мы следовали когда это было в Советском Союзе. Да, точно. Нам не нужно следовать тем структурам, которым нужно было следовать когда мы были в прошлой эпохе в Советском Союзе. Потому что мы свободные люди. Не только в нашей стране, но и в себе. Не только в нашей стране, не только в государственном управлении, но и внутри себя. Невозможно изменить целое общество с щелчком пальцев. Но мы можем начать внутри себя. Мы можем начать со своей семьей. Это не так уж и просто, потому что старые поколения они больше погрязли в этом, они больше связаны с этим. Но вы можете быть тем изменением. Вы можете принести эту улыбку на свою кухню. Вы можете танцевать прямо на улице. И разрешить себе ощущение, что значит быть свободной. Это часто вызывает протест. Это часто вызывает протест. И тебя хотят наказать за то, что ты счастливый. Почему тебе хорошо? Другие люди хотят наказать тебя, потому что ты счастливый. И у тебя есть вопрос, почему ты счастливый? Почему ты чувствуешь хорошо? И они наказают тебя. Но это не делает тебя счастливым. У меня было это ощущение с первого дня, как я приехала. У меня было это ощущение с первого дня, как я приехала. Что-то не так с моей обуви. Но потом я сказала себе, что не важно. Но потом я сказала себе, что это все равно мне. И я не улыбаюсь в качестве протеста. Поэтому энергия, которую я сылаю, не такая, «Look at me!» Поэтому энергия, которую я сылаю туда, в пространство, это не то, что смотрите на меня, я все-таки могу быть счастливой. Но это просто чистое ощущение внутри моего сердца. Я чувствую себя счастлива. И когда я встречаю людей, даже если есть небольшое сопротивление внутри них, я смотрю им в глаза, и я улыбаюсь их душе. Те, которые не хотят смотреть на меня, я принимаю это, я просто иду дальше. Я принимаю это, я просто иду дальше. Но, как я сказала, что один из них не смогут снять эту скорость. И, как я говорила раньше, если вы издаете энергию и ощущение добра, тепла и улыбок, они просто не могут с ней соприкасаться. Но это момент перехода. Потому что вы сейчас происходите из уверенности, что вам не разрешили быть счастливыми. И вам хочется прийти в этот пункт назначения, где вы знаете, что вы можете быть счастливыми. То есть происходит изменение ваших установок. Поэтому в начале люди будут атаковать вас, будут идти против вас. И Вселенная не делает этого для того, чтобы наказать вас. Она делает это для того, чтобы вы оставались силами внутри себя. Потому что когда убеждение о том, что мне не разрешили быть счастливой, меняется внутри вас. Даже когда другие люди показывают на вас пальцами и говорят, что вы такой счастливой вообще. И вы просто позволите себе говорить, что я могу. А вы просто разрешаете себе говорить, что я счастлива, потому что я могу быть счастливой. Тогда это остановится. Тогда эти атаки из-за внешнего прекращаются. Потому что вы больше не вибрационально соответствует этой скорость. Потому что вы больше не настроены на эту волну агрессии. И вы заметите, что вы тоже будете реагировать на это другим образом. Поэтому дайте себе время, чтобы это изумение произошло. И не только концентрируйтесь не только на тех, кто хотят подавить вас. Но все эти смыслы, которые вы действительно получаете. Но замечаете все эти улыбки, которые вы действительно видите искренне, которые есть вокруг вас. Это то, что важно. Это то, что важно. Спасибо. You're very welcome. Пожалуйста. 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 You're very welcome. And with the Mia's face you're holding your face. This is nice. I'm already seeing you guys smiling. Я уже смотрю, как вы возвращаетесь к вашим лицам. Поэтому вот это украинское выражение Александра, оно не такое, это истинное. Что бы вы сделали, если вы могли быть полностью свободной? Что бы вы сделали, если вы могли чувствовать себя абсолютно свободной? Что бы сделало вас абсолютно свободной? Swimming? Can't you swim here somewhere? Нельзя, да, вы здесь не какие-то лучи. Really? Ocean, yeah. Yeah. Море, океане, это даёт возможность почувствовать себя свободной. Anybody else? What makes you feel free? Что вас заставляет, что-то этому возможность почувствовать себя свободной? Улыбки в округу. Счастливые люди. Happy people, the smiles around you. Все такое. This kind of things. What makes you happy? Free. Free. What's just going on? Free? Dispобы. I don't know. May I take you as a example? May I take you as a example? Can you use a website, for example? It's okay. Mrs. Blue Shirt. What makes you feel free and happy? You know, I've been thinking about your questions several times, and what really makes me happy, the understanding inside of me that I shouldn't do some things, you know, that you've been talking about the Soviet Union stuff, yes. When you're bored, when you're just a little kid, from your parents, to your childhood, to your teachers, everybody telling us what we really should, or sometimes what we must do. So even when you're just free, and when you're by the woman, and when you're just sitting, like, yeah, okay, I'm just meditating also in your head, like, you should be this, 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 this. And even when you're absolutely free, and you're starting doing yourself, and being in your way, not every time you're just completely understood that you're doing the right thing, that's why. I think what really makes me free, it's not being any rules, what should be, right now and right here. What I'm really trying to learn now, it's just being right here and right now, that you could understand, in no way, what's going to be tomorrow. Or sometimes you could understand what was yesterday, what the... And day by day, you could understand that it was something else, but it was. And what's going to be, you never know. So, did I tell you? Letting you go of the control, outside of yourself, but it's been so much imprinted of you, that it becomes control in your system, it becomes control in your mind. So then, letting you completely go of control, then you are in here and now. Yeah, but also, when we... Oh yeah, I forgot! Sorry! Enjoy! Oh yeah! The question of a girl, I'll tell you, I'll tell you, how to be happy? And what does she make and be free? And she's always saying that with the thoughts that we would give her in childhood, that we need to be like this and other people, that it means that she makes me feel free to feel free now, that there's no expectation of how she can be used to. Разрешение себе просто быть сейчас в моменте, не зная, не планируя о том, что будет завтра, будет через год, просто быть здесь и сейчас. И Лиза говорит, это как раз-таки освобождение от контроля, разрешение себе не контролировать ситуацию. Это не безответственно? Не эгоистично? Не эгоистично? Не эгоистично? Не эгоистично? Не безответственно? Ирраспонсовал? 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 Ирраспонсовал to let go of the past? Отпускать прошлое ты безответственно? To let go of control? Не заботится, теперь не заботится о своих дамах Для детей и так далее Я добавляй著 все таких людей Если бы у меня был ребенок, я бы, конечно, заботилась о нем. Это инстинкт. Это инстинкт. Потому что я действительно хочу это делать. Поэтому я очень важно. Но я не делаю это, потому что я обязана. Я не делаю это, потому что мне сказали так делать. Или потому что я научилась где-то, что это правильно, так жить. О, может быть, я просто открылась дверь? Я люблю это. Я люблю это. Я люблю это. Это просто разрешит тебе быть довольной. It's just allowing yourself to be happy, to be satisfied. Exactly. Да, так и есть. Do you need to shift it off? It's shift it off. Oh, okay. Cool. Sorry. What is it? 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 Control by controlling any form is actually an illusion. Control in any form is an illusion. But what we learn is that we have to have control. Но то, что мы выучили, тот урок, который мы знаем очень хорошо, это что нужно быть в контроле, нужно контролировать ситуацию. That the world will be chaos without control. Что мир переобратится в хаос, если мы не будем его контролировать. И, если честно, если посмотреть назад в прошлое, there was use for some kind of control. There was use for some kind of control. Было необходимо контролировать. То есть, контроль был необходим ранее. Because the ego was crazy. Потому что эго было очень сильным. So, to help having humanity, we made some rules. We made some rules. But then ego found out. But then ego found out. That he could use those rules. To control even more. To control even more. It's like a law. So there is nothing which is good or bad. But in this here and now, what would sit you guys free? No, сейчас вам нужно освободиться. И вот это отпускание контроля позволит вам почувствовать это. It's exactly like Miss Blue Dress is. It's the same as I said. This girl with blue. Learning to be in the now and allowing yourself to be. Не научиться быть здесь и сейчас. И разрешить себе быть в этом здесь и сейчас. And trust me, your heart would tell you to go in the direction of your husband or the direction of your child. И поверьте мне, ваше сердце скажет вам идти в сторону своего мужа или идти в сторону своих детей. If that is what you truly meant to do. Если это именно то, что вы должны делать. If you are together with somebody. Если вы с кем-то. And your heart tells you I don't really want to be here. И ваше сердце говорит Я не хочу быть здесь. But of duty and of respect from God. Но потому что вы чувствуете свой долг. Потому что вы уважаете Бога. You stay because it's expected of you. Вы остаетесь просто потому, что другие люди ожидают этого от вас. If you are honest to yourself. Если вы честны с собой. Are you then a good person towards your husband? Вы тогда хороший человек по отношению к своему мужу? Are you together lying about your love are good parents to your child? No. Because then things become unfaithful. Нет. Потому что тогда вещи становятся не очень искренними. Не очень честными. And that is egoistic. And that is egoistic. So the best thing we can do is stay true to our heart. And each other. And each other. So when we are together. It's because we truly want to. And there is need for no control. And there is need for no control. Okay. What's that what you meant? What's that what you meant? What's that what you meant? It's what you have in mind? I know it's a thousand things what I've meant. I know. This is why I ask you. There are hundreds of meanings in the text of what I have in mind. But? That was a part of it. That was a part of it. Very good. Something else you want to share? So far? Oh yeah. I thought. When the lady in the beautiful peachy dress told the story about her herds and those feelings. I remember that in some period of my life herds really helped me to develop myself. It's a great idea. So you know. It's a great idea. It's a great idea. And sometimes in life God has helped me to develop myself. саморазвитию. Всё. 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 That's why. Здорово и всегда чувствовать себя виноватой для саморазвития. Нет любая это таким лёгким мазохизмом? Ну, и тогда же. Это всегда здорово, чтобы чувствовать себя виноватой для себя? Или это просто маленькая форма мазохизма? Это действительно мазохизм. Да. Возможно ли то, что страдания приносят счастье? И то, что мы не можем себе позволить не страдать не просто потому, что мы привыкли страдать, а потому, что это часть нас. Это нам также нужно, как и улыбки, и любовь, и всё прочее. Может быть, это возможно, что страдания приносят счастье виноватой для наших жизней? Может быть, что страдание является важным частью нашей жизни? И мы не должны всегда смириться и всегда... Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это одна из моих любимых вещей. Это одна из моих любимых вещей. Любая эмоция, которая находится внутри вас, это часть того целого, чем вы являетесь. Для того, чтобы чувствовать себя абсолютно, вам нужно знать обратную сторону вдали. И таким образом страдания играют очень важную роль в нашем преобразовании. И если вы всегда просто улыбаетесь и вы всегда счастливы... Life is freaking boring. Жизнь очень, очень скучная штука. Тогда не будет никакого обмена. Вы не будете знать, что такое счастье. Потому что есть только счастье. Но это не значит, что мы должны приносить какие-то жертвы или страдать на глубоких уровнях. Эти эмоциональные вещи, они просто происходят, они просто случаются сами по себе. Иногда я становлюсь очень грустной, просто потому что кто-то сорвал листочек, и листочек был не готов умереть. Поэтому я не должен идти и умереть, чтобы иметь это ощущение. Но мне не нужно идти и самопочувствовать это ощущение. И вот это ощущение страдания и боли, через которое нам нужно пройти, оно связано с нашей прошлой энергией. Оно нам не нужно больше. Мы нуждаемся в нём. И почему мы его снова и снова выбираем? Мы же выбираем. Никто об этом вместо нас. Потому что мы выучили его. Мы знаем его. И те части, которые хотят контроля, они кушают наше страдание. Они кушают наше страдание. Все это энергия. Все энергия. Страдание держит нас на низких уровнях энергии. Те, которые хотят контролировать, контролируют нас лучше всего, когда мы неосознаны. Когда мы идём с опущенной головой. Но когда мы разрешаем себе подняться, расправить плечи и поднять голову. Конечно, принимая все эмоции, которые есть на суперлитру чувств, но быть выше, они не могут контролировать нас. И тогда мы свободные люди. И тогда мы свободные люди. Хорошо. Почему тогда... Есть любовь. Сильная любовь. Есть любовь, кто нас обидел. Не знаю. Было больно. Почему сильнее получается... Ну боль... А любовь, она тоже мега сильное чувство. Мега хорошее. Но хорошее. А получается, мы выбираем... Ну эмоциональная боль, она привязывает сильнее, получается, чем что-то хорошее. И почему мы постоянно возвращаемся... Ну эмоционально это сильнее нас привязывает. Любовь – это очень сильное чувство. И почему, когда мы имеем любовь, или на уровне, есть сильный любовь, и есть болезненные эмоции, что кто-то нас болит. Почему мы сильнее привязаны к этой боли? Почему мы выбираем быть привязан к этой боли? Почему? Почему? I found more correct. Почему от людей мы можем отказаться проще, чем от эмоциональной боли? Why is it easier to reject love than emotional pain? Well, that is not the truth for everybody. Но это не правда для всех. Это не абсолютная истина. And that is because we fear love. И это потому, что мы чувствуем любовь. Любовь – это то, что все мы видим. Любовь – это то, что все мы видим. Любовь – это спокойная энергия, которая существует. Любовь – это лучшая энергия, которая существует. Я читаю твои мысли, не делай этого украшения. Итак, я потеряла... Потеряла месяц? Да, я знаю, я просто хотела узнать, где... Спасибо. Итак, когда вы становитесь в этом свободном ощущении любви, вы также изменяете, как мы говорили в начале, вы должны уйти из вашей зоны комфорта. И наше общество научило нас... Большая любовь приходит с большим страданием. Но это не обязательно правда. Не обязательно. Вообще не обязательно. Поэтому очень часто, если есть возможность, мы смотрим, есть возможность для этой большой любви. Мы думаем, что мы защищаем себя, когда мы уходим от него. Это защитный механизм, который мы выстроили в себе. И тогда нам нужно быть храбрыми. Для того, чтобы быть смелыми и идти на зов своего сердца. Вместо того, чтобы слушать все свои страхи из прошлого. И позволяйте себе пробиться через стены этого страха, который негодует, что же может случиться. Поэтому, когда мы видим, что любовь вот где-то здесь, мы выбираем быть в своей комфортной зоне. То есть пойти немножко и так со стороны наблюдать за этим. Это значит, что мы немножко выходим из своего собственного сердца. Это значит, что мы немножко выходим из своего собственного сердца. И тогда мы начинаем искать любви. Любви для себя, потому что мы более не находимся в своем сердце. И наше подсознание. Найдет это в разных вещах. И мы привяжемся к какому-нибудь ни было ощущению, которое будет хоть немножко напоминать любовь. Некоторые люди занимаются сексом. Или алкоголь. Уходят в секс или уходят в алкоголь. Или чоколад. Чоколад. Или шоколадки. Чоколадки, по-моему. Ничего плохого в шоколадке. Но мы всегда ищем самое похожее ощущение на любовь. Даже если мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Многие драгоги. А почему именно алкоголь может являться заменой любви или любви? Почему именно алкоголь может быть заменой любви или любви? Это не заменой любви. Но это помогает людям чувствовать расслабление. Для момента. Алкоголь это не замена любви. Он просто дает возможность людям почувствовать состояние расслабленности. Для момента. На секунду забыться от этого состояния нелюбви, которое у них было. Когда они пьют, они отпускают контроль. Они перестают контролировать. В их голове они верят в том, что когда я пью, мне можно, мне разрешили действовать так, как мне хочется. А потом мы ходим чуть-чуть, танцем по улице. И мы не волнуем, потому что мы думали в водке всю ночь. Поэтому тогда нам можно пойти и танцевать прямо на улице. Потому что мы пили всю ночь. Но можно сделать это без алкоголя. Но наш мозг говорит нам другое. Поэтому на следующий утро, когда ты просыпаешься и думаешь о том, что, о боже, что творилось вчера. Человек возвращается к тому, что он думает является настоящей жизнью. С ощущением тяжести, ощущением вины. И для того, чтобы убежать от этой вины. И для того, чтобы снова почувствовать этот маленький момент свободы. Человек снова будет пить. Да. Я ответила на ваш вопрос. Если нет, можете задать его снова. У меня просто сейчас как раз дилемма. У меня есть подруга новая. Но оказалось, что она пьет. И вот я все время прокручиваю в голове, как я могу ей показать, что можно по-другому. У нее маленький ребенок, и это моя сейчас головная боль. У нее есть дилемма в голове. У нее есть новая другая девушка. У нее маленький ребенок. Но она идет к алкоголу. Она влюблена к алкоголу. И эта девушка думает, как она может помочь ей. Как она может показать ей, что есть другой способ. Я просто боюсь сказать это открыто, потому что понятно. Человек это не воспримет просто как слова. Она боится сказать это открыто, потому что эта женщина не может принимать слова. В этих отношениях, которые есть с этой женщиной. Ей нужно убегать от своего страха в детстве. Это такой паттерн, где она думает, что ей не нужно себя чувствовать. Но это очень важно. Но это именно то, что ломает ее. И там еще есть боль от прошлых отношений с мужем, бойфрендом, что там было. И лучшее, что вы можете сделать первое, это быть примером. Покажите ей, что вы любите за то, кем она является. Постояйтесь показать ей, что она убегает от своих эмоций. И вместо того, чтобы делать фокус на алкоголе как проблеме. Помогите ей видеть, что она любима. Чтобы она научилась быть сильной внутри себя. И смогла найти эту смелость, чтобы побороть это все. И тогда ей больше не будет хотеться пить. Но самое важное. Это не ваша работа. То, что вы можете сделать для себя, это разрешить себе говорить то, что вы думаете правдой. Вы можете сказать ей, что вы действительно чувствуете прямо из своего сердца. И это будет хорошо для вашего усовершенствования в том числе. Спасибо. 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 А я вам благодарен. Я бы хотел бы поговорить с твоими глазами, так что я не боюсь, что я беру время кого-то. Ты не берешь время кого-то, есть причина, почему ты здесь. Вопрос по поводу вины. Всегда, когда ты делаешь что-то, ты думаешь, что ты бы мог сделать лучше. Это в лучшем случае, а иногда вопрос вообще, а нужно ли это делать? Знаете, в серии все сложно и очень просто. Иногда нужно быть вообще намного проще, но и вот по поводу... Every time when you are doing something, there is a guilt, because you know that you could have done better, or maybe you didn't do enough. And then the question comes, maybe you don't need to do it. И второй вопрос по поводу вот этой любви и всей темы. And one more question about love and everything. На самом деле у нас весьма извращенное представление по поводу... Я думаю, что мы должны сделать это один раз. Потому что или нет, или нет, или нет. То есть, guilt. Да, то есть, guilt. Вина. Я думаю, что это смешно. Это смешно. Как я скажу это? Guilt is only keeping you in low frequency. Вот это ощущение вина просто держит вас внизу. Именно в этот момент нужно научиться отпускать это ощущение вины и поднимать свои вибрации немножко выше. Guilt is self-confirming your self-suffering. Ощущение вины, оно подтверждает то, что вам нужно страдать. And then you keep being in this spiral. И тогда вы продолжаете ходить по кругу. Where you don't allow yourself to walk out. Не разрешаете себя выйти из него. So it's not serving those who feel guilty to watch. То есть, это не помогает тому человеку, который чувствует вину. It's not serving yourself. Просто не помогает вам. The flip side of the coin. Другая часть монеты, другая сторона монеты здесь. So why do you feel guilt? Почему вы чувствуете это вину? It is because we have a wish to be there for people. It is because we want to do our best. It is because we want to do our best. And we may feel that we did not do that. And we may feel that we didn't do that. And we may feel that we did not do that. We crossed their expectations. So the guilt itself Вина сама по себе В ней нет ничего плохого, если вы смотрите на нее со светлой стороны Тогда вы смотрите на себя как на хорошего человека Который хочет делать правильные вещи Который хочет делать все возможное Вина становится негативной эмоцией Когда вы чувствуете себя в том, что вы хотите делать Но это не... Как я объясню это? Это неизвестный эмоционер Когда это становится негативной эмоцией Но в начале это больше Это для того, чтобы быть в свободе для людей Are we in the wish to be good enough to whatever structures there is? То есть, она становится негативным, это ощущение вины, только когда вы чувствуете, когда вы перешли от этого ожидания и попытки сделать хорошо. То есть, когда вы перегнули палку с этим ощущением, я хочу быть хорошим человеком. So, two things we need to remember. И есть две вещи, которые нужно помнить. It's no matter what happens in the past that we may feel guilty about. Неважно, что произошло в прошлом, какие-то вещи, за которые нам стыдно, и чувствуем ощущение вины. In the here and now it is not serving anybody that we feel guilty about it. Здесь и сейчас это не помогает абсолютно никому чувствовать себя виноватым. We can use the emotion of guilt to understand what we felt we want to do different in the future, that we did different in the past. Мы можем использовать это чувство вины для того, чтобы в будущем повести себя по-другому, потому что мы уже знаем, что тот вариант был не очень хорошим. И бывает так, что ощущение вины приходит, потому что мы следовали золу своего сердца, но мы не попали в ожидание общества, которое возлагало у нас определенные моменты. То есть общество хотело, чтобы мы вели себя иначе, но мы послушали свое сердце и все-таки пошли по его золу. One way or the other, the only thing serving your development is letting go of the guilt. Так или иначе, единственная вещь, которая помогает вам в вашем развитии, это отпустить эту вину. Да, мы согласны. Да, мы согласны. Мы согласны. Мы согласны. О, и другая вещь. Сейчас, дождь. Нет? Вторая вопрос? Нет, я слушала девушку по поводу любви, и я понимаю, что у нас восприятие любви и вообще отношения между двумя персонами, желательно. Так что мы манипулируем очень сильно. Мы хотим, чтобы они вели себя именно так, как мы себе это представили. И только потом будет вот та вот представлена любовь. То есть мы не можем именно кайфовать от того, что происходит само собой. Так что я слушала вопрос о любви, и я поняла, что у нас есть эти идеи в голове. Мы надеемся, что если человек в отношениях действует в определенную форму, и мы говорим, что если он действует в определенную форму, то мы знаем, что мы вернемся к тому моменту этого великого любви. Но если он... Может быть. Да, может быть. Мы не знаем. Если он станет счастливым, то может быть нет. Все. И это ясно, что это конец начала. И это понятно, что это конец начала. И это понятно, что это начало и конец. Когда ты приходишь с такими ожиданиями, чтобы человек действует в определенную форму, вместо того, чтобы просто быть в сейчас, и понимать, что происходит. Да. И также потому, что мы все приходим с различными багажами. Давайте так скажем. Мы все приходим с разным багажем. И, возможно, в этом багаже где-то там находится страх из-за прошлых отношений. Даже если у вас есть связь через сердце со своим партнером, люди все равно встречаются и видят друг друга через призму тех страхов, которые остались из прошлых отношений. Поэтому мы встречаемся только на поверхности, с нашими всеми блоками и зажимами. Вместо того, чтобы наблюдать чистоту друг друга. И разрешить друг другу идти внутрь своего сердца. Вместо того, чтобы довериться и сказать, что да, вот эта связь, вот это ощущение, вот эта любовь или то, что мы чувствуем, это самое прекрасное, что может быть сейчас. И именно вот такое отношение, оно уберет все остальные страхи, которые остались. Но если мы все-таки будем рассчитывать и говорить, да, лучше я осторожничаю, я посмотрю, что там будет. Лучше я поведу себя вот так, и потом гляну, как это произойдет, как человек отреагирует, то тогда... Тогда единственная вещь, которую мы видим перед собой, это просто тень нашего прошлого. И мы не разрешаем себе видеть человека, в настоящем, как он есть. Я возьму себя в качестве примера снова. Я открываю сердце для всех. Я открываю сердце для тебя. Я открываю сердце для тебя. О, реально? О, реально? Да, я такая девушка. Да, я открываю. И в некоторых отношениях я чувствую, что это очень глубокое и очень прочное. И всегда есть причина этому. Всегда есть зачем. Иногда это глубокое ощущение, оно продлится всего несколько дней. И тогда мне нужно сделать то, что нужно сделать. А в других случаях это может длиться годами. Или, возможно, всю жизнь. И я правда чувствую вот это ощущение разбитого сердца, которое многие из нас знают. Но это только потому, что одна форма становится другой, изменяется. И когда эмоциональное ощущение проходит, то что остается, это просто любовь. И я все равно люблю всех. И я все равно люблю всех. Да. Я не помню, почему я это сказала, но вот так. Я не знаю почему я это говорила, но... Не стоит бояться любви. Да, мы почувствуем, возможно, немножко раздавленное сердце, но... Но поверьте мне, я знаю, что вы все знаете это. Да. Когда вы стараетесь защитить себя от любви, быть защищенным... Это намного больнее, и это может длиться намного дольше. Потому что тогда вы закрываете себя. Я не могу выражать. Помните лицо? Помните лицо? Помните лицо? Это позволяет любовь не только к партнерам. Поэтому нужно просто разрешить любовью быть не только к своему партнеру. Но и к всему, что есть. Хорошо. Но, девушка... Сейчас не о нас, эгоистик, которые любят себя с радостью, и пытают позволить себя быть счастливым. Но я не могу. А мы не о нас, эгоистик, которые пытаются позволять нам себя себя любит и счастливым. А у других. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. So, let's exactly talk about us, people. Давайте сейчас поговорим о нас, люди. Которые не эгоисты, потому что они чувствуют любовь. Потому что любовь — это то, что соединяет нас всех. Любовь — это то, что соединяет нас всех. Любовь — это то, что соединяет нас с природой, к животным. Всему живому, всему тому, что ты чувствуешь — это любовь. И это вообще не эгоистично. Это самая прекрасная вещь, которую ты можешь дать, подарить этой реальности. И это почему это так важно. Просто на фоне людей, которые, например, те же родители, которые не любят себя. Которые говорят, что для меня, что для тебя счастье? Для меня счастье, чтобы у моих близких все было хорошо. Говорю, почему ты себя не любишь? Потому что... Они говорят, потому что любить себя — это эгоистично. За что мне любить себя и так далее. Хотя есть миллиард причин, если не больше. И я понимаю, что доказывать что-либо — это глупо. Пока человек сам не примет это. Я понимаю, что доказывать что-либо — это не очень смартно. Потому что, если человек accept this idea, то ничего не будет происходить. Просто пытаюсь понять причину. И много людей таких есть просто так. Ну, особенно у мужчин. Какая-то планка, что нельзя себя любить. Ну, это... Айя, я не знаю. Ну, и у родителей то же самое. Почему? Эти старые энергии, из которых они исходят из их прошлое. Они были немного промытые в области мозгов. Они были немного промытые в области мозгов. Потому что их заставили поверить в то, что для того, чтобы быть счастливым, нужно отдать себя в жертву. Принести себя в жертву. И ваша жизнь, она не такая уж и важная. Она вообще не считается. Это же не так. Но они не осознанны. Они не понимают, что это так. И это их убеждение исходит из прошлой системы. И некоторые из них, они не проснутся в этой жизни. Единственное, что мы можем сделать для того, чтобы помочь им, это быть примером. Это быть примером. И показать им любовь. Это получается на красавице. Я себя как бы... Казать всем. Я же люблю себя. Позвольте себе любить себя. Они не умеют. То есть, есть контраст. Я показываю, что я любовь. И ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать, тоже. Ты можешь чувствовать любовь для себя. Но они... Что плохого, что ты себе что-то купишь? Ничего. Мир не перевернется. Ничего не будет. Ничего не... Пойди себе что-то сделай. Не знаю. Ничего не будет. Пойди себе что-то. Пойди себе что-то. Ты даже повернешь, как это делаешь. И все равно не происходит любви, не знаю. Даже когда ты дам какую-то подарок, ничего не происходит. У меня не происходит. Я понимаю, что ваша состояние с чертой. Очень сильно. Это не просто так. Не просто так. Но, опять же, единственное, что мы можем сделать, Но я повторюсь снова, единственное, что мы можем сделать, это быть примером. И accept, и принять, что у них есть свободу воли. И не все, они хотят подняться, поднять голову и изменить что-то. Я знаю, что это бывает, но я знаю, что это бывает, но я знаю, что это бывает. Я не просто искать фразы, контакты. Если человек любит себя, он не может полноценно полюбить других. Если человек любит себя, то не возможно любить друг друга. Есть такая заявка. Это возможно для того, чтобы любить друг друга или для тебя любить друг друга? Для того, кто не чувствует любви для себя, то для них не может любить друг друга? Да. В одной форме это да. В одной форме да, с одной стороны, если мы посмотрим да. Я люблю тебя, я не люблю себя, поэтому я нужна в другую форму. Поэтому ты должен мне вернуть что-то. Я люблю тебя, я не люблю себя, поэтому мне нужно выжить из тебя вот ту любовь, которую я не чувствую к себе. Если ты мне не отдашь ее обратно, если я не подкомлюсь твоей любовью, тогда я буду чувствовать, что я принесла себя в жертву. И тогда вот эта связь любви, она не истинная, не настоящая. Она контролируемая эго. И для тех людей, которые свободны внутри себя, это не чувствуется хорошо. Не ощущается хорошо. Не ощущается хорошо. Поэтому вот то утверждение, о котором вы говорите, оно правильное. Вам нужно научиться любить себя для того, чтобы увидеть, что происходит снаружи. А им? Что делать? А с ними? Что делать? Что делать? Что я должен делать с ними? Вы просто должны быть там для себя. А вам просто нужно думать про себя. И быть с теми людьми, которые подходят вам по вибрации. Вместо того, чтобы пытаться поднять тех, кто не хочет подниматься. Идите, поиграйте с теми, которые находятся в вашем. Если я должен использовать всю свою энергию, чтобы поднимать кого-то за собой, то вы устанете. Я использую свою энергию, чтобы поговорить с теми, кто уже готовы, чтобы видеть вещи внутри себя. И я использую свою энергию сейчас для того, чтобы поговорить с вами, людьми, которые уже готовы видеть эти изменения. Потому что это именно то, что дает смысл этой энергией. И я знаю, что независимо от того, что я сейчас отправляю вам. У меня абсолютно нет контроля по поводу того, что вы с этим сделаете. И я не хочу контролировать это. Я просто хочу быть примером. Отправлять в мир ощущения реальности такой, как я ее вижу. И у меня есть надежда и желание, что это сможет помочь вам на вашем пути, не важно, где вы сейчас находитесь. Я хочу понять, правильно ли я думаю. Любовь – это свет внутри, который появляется тогда, когда мы смотрим на что-то живое и красивое. Не обязательно живое. Может быть, это даже картина или творение какое-то. Не важно, это дети. Когда сердце начинает улыбаться, эта улыбка вылазит в лицо и ты ее не можешь скрывать. Это и есть любовь. Любовь – это ощущение светлого и яркости, когда ты смотришь на что-то красивое, живое или не живое. Может, это дети, или может, это рисование. И ты чувствуешь этот смысл, который открывается, и ты не можешь спрятать его. Да. Я не могу контролировать это чувство. Нет. Ты не должен. Не нужно контролировать его. Нет, это красота. Я не могу контролировать это чувство. В этом и прелесть, в этом и красота. Она не должна быть удержана в контроле. Иногда я наполняюсь, и мне кажется, что у меня улыбается все. Но потом я встречаюсь с людьми, и у меня такое впечатление, что они все забирают. И я стараюсь быть примером, радоваться, что-то там делать. Но потом моя энергия, она иссякает. И я, ну, как будто тону. И потом я лежу три дня. Ну, либо бывают вот как панические атаки. И это очень тяжело. И это очень тяжело. А потом я опять наполняюсь, но для этого я одна. И меня это печалит. Но я бы хотела быть такой же счастливой и в любви. Только со всеми. Моими. Я не могу удерживать. И я не могу удерживать. И я не могу удерживать. Есть две вещи, которые я хочу сказать. Одна, это то, что есть красота в этом, в всем происходящем. Потому что больше и больше наших братьев и сестер, они просыпаются. В точно так же же желание, которое есть у вас. И, верно мне, я знаю, что иногда это очень тяжело. Очень бывает сложно. В этом мире, где мы чувствуем все. И иногда мы хотим сдаться. Но потом снова. Мы решили прийти сюда, потому что жизнь — это опыт. И иногда он очень сложный. И это делает красоту жизни еще более красивой. И это подарок, что мы можем почувствовать его на вкус, на осязание, понюхать его. И это не страшно. Нет. Ни в коем случае. Разрешите себе позволить себе то время, которое нужно вам для того, чтобы наполнить себя. Я очень счастливый человек. И я чувствую много времени для себя. Для меня тоже приходит момент, когда я чувствую это слишком. Я не могу этого больше выносить. Но это часть того, кто я есть. Это часть того, кто я есть. Это часть того уровня чувствительности, который у меня есть. И единственное, что я могу сделать для себя, это принимать это состояние. И позволить себе домой, когда слишком много. Разрешить себе пойти домой, когда становится слишком тяжело. И позволить себе танцевать среди деревьев, если мне этого захотелось сейчас. Если я немножко опоздала с этим ощущением, с подпиткой себя, тогда я полежу или в моем случае побегаю. Тогда принимайте это состояние. Примите и скажите себе, что да, я переступила границу. Я опять делаю это с собой. Но, знаешь, в 3 днях вы все счастливы. Но потом 3 дня можно по трейке по трейке. И потом попробую. И потом будет все лучше и легче. Потому что у вас есть внутреннее желание Встретить людей, которые такие же открытые, как и вы. И встретить других людей, которые верят в любовь и в сердце. И из-за этого желания вы будете энергетическим двойником тех людей, вы будете притягивать их. И вы найдете друг друга. Хорошо. Хорошо. Хайфай. Отлично. Угу. Да, я тоже знаю, что ощущение. Угу. А все говорят о любви во всех странах? Это тот вопрос, который интересует всех. Вы говорите о любовь в всех странах? Это вопрос, о которой все люди интересуются. Да, любовь – это все, что есть. Любовь – это вибрация, которая в центре всего, в котором мы. Любовь – это вибрация того, кто или что создал все это. Это основная месседжа для всего мира. И поэтому главная тема, которую я хочу донести среди всех своих разговоров, которые происходят вокруг Земли, это то, что мы есть свет. И любовь – это ответ на все вопросы. Я могу задать вопросы. Панические атакты. Ее мужик тоже имеет панические атакты. Она хочет узнать, что это все такое? Это же ситуация для вас или просто происходит по разным причинам? Действительно разные причины. Конечно, другие разные вещи бывают, разные причины к паническим атакам. Нет, просто до 70-х годов панических атак, как таковых, не существовало. Но до 70-х годов панических атаках не существовало. И сейчас так много людей, которые имеют это. Почему это происходит? Они всегда существовали, просто наше сознание было другим, и те ярмачки, которые мы вешаем, те названия, которые мы даем… Это просто часть изменений, часть перехода. Например, когда люди стали понимать, что есть такое заболевание, как рак. То есть, внимание наше пошло туда. И тогда мы создали это. Мы не концентрировались на этой проблеме так много в прошлом. Это не было так важным для нашего развития в прошлом. И тоже мы не разрешали себе говорить об этом открыто до 70-х. И последняя большая война, вторая мировая, она очень сильно повлияла на ощущение людей, и то, что увеличилось количество… Fear and Christ-Drama. Нет, здесь оно не увеличилось. Это как раз началось с этой группой Крестеричем вопрос. То есть у нас практически это не существовало очень долго. Она говорит, что это пришло из Европы. И это не произошло здесь. И она изучала эту вопрос. И она изучала эту вопрос. И ее мужик не из здесь. И она знает, что она изучала этот вопрос. Я извините, что, что вы говорите, не право в том, как я представляю мир. Извините, что мне придется сказать, что то, о чем вы говорите, не совсем правильно, согласно тому, как я воспринимаю этот мир. Сознание о том, как мы называем разные вещи. Возможно, пришло из этой части мира. Но это эмоциональная составляющая, которая присутствует в этом мире. И она не была разрешена на этой территории раньше. Поэтому, если чей-то ребенок был болен или сумасшедший, об этом не принято было говорить. Если кто-то просто упал, потерял сознание, к нему подходили и говорили, давай вставай, что ты ведешь себя как-то странно. Потому что это то, чему мы научились контролировать и избегать страха. И европейское сознание, по поводу некоторых психологических терминов, оно пришло позже, и тогда оно было принято. И тогда это произошло. Это означает, что сознание позволяет нам увидеть этих людей, которые имеют эти симптомы. И перешло изменение сознания здесь, на этой территории, которое позволило нам видеть те вещи, которые уже происходили ранее. И как и с остальными вещами, если что-то есть у кого-то другого, что-то интересное, нам тоже хочется этого же. И сознание работает таким образом, что оно синхронизируется, и оно подобное притягивает подобное. Да. Да. Вы хотите поговорить о панических атаках от мужа? Нет. Хорошо. Почему не удастся от удовлетворения? Да, любовь. Когда ты даешь, человеку все. А не получаешь. Получается разочарование очень сильное. Я понимаю, что надо не ждать. Любовь, наверное, не ждет ответа. Но от этого боль. Почему нет. Возвращение на счет, когда тебе дали, и ты не получаешь, в любом количестве за счетом. Тогда у тебя происходит болезнь, потому что не чувствуется достаточно не любовь. Я знаю, что это не должно происходить. Но… Как вы сведете, почему вы положите любовь? Потому что если вы отдаёте эту любовь для того, чтобы получить что-то взамен и заполнить себя, тогда это не просто форма, и вы всегда будете не получать то, что вы отдаёте. Тогда это не очень чистая форма, и тогда всегда останется ощущение, что вы недополучаете того, что должно прийти. Другая вещь, которую мы можем сделать, мы можем отправить свою любовь, которая абсолютно не связана ни с человеческими отношениями, личными. То есть просто отдать свою любовь, не ожидая ничего взамен. Я могу открыто сказать, что я люблю вас, и даже если кто-то из вас не отправит вашу любовь мне обратно. Но если я выбираю, что я хочу дать любовь к человеку, который не способен ее воспринимать, или просто поставить ее на карбаскан. Но если я выбираю, если мое решение отдать свою любовь человеку, который не может ее воспринять, или не может отдать мне ее обратно в полной мере. У меня есть возможность проверить и почувствовать, это правильно для меня. И если это не чувствуется как правильно, смотрите в оба. Просто выходить. Мы почему-то же притягиваемся, так получается постоянно. А почему вы аттракты? Это происходит все время. Потому что вы еще не выучили этот урок. Я думаю, что это было все время. Я думаю, что наша встреча подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда, было очень хорошо с вами побеседовать. И мы надеемся, что все, что вы пришли сегодня из нашей беседы, вы сможете использовать это к лучшему в своем путешествии, в своей жизни. Сейчас чувствуется, что вы абсолютно свободны. Просто подпрыгнуть со своих стульев, начать танцевать, если вам этого хочется. Спасибо. 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 Спасибо.